Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами вспомним событие искушения Христа в пустыне, а поводом стал вопрос от Владимира. Прошу вразумить меня, почему в Евангелиях от Матфея и Луки искушения Христа в пустыне приведены в разном порядке? Обратимся к тексту Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Предлагаю сравнить историю о искушениях Христа с рассказом, описанным у евангелиста Луки. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Сам сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, Сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Действительно, как мы видим, у двух авторов имеются разночтения, и не только в порядке самих искушений, но и в их продолжительности. В отличие от Луки, по описанию которого Христос подвергается испытанию «Все сорок дней», согласно Матфею, дьявол начал испытания после того, как Иисус, постившись сорок дней и ночей, напоследок взалкал, то есть проголодался. Сорок – символическое число, часто обозначающее длительность испытания, например, сорок дней поста Моисея, описанной в книге Исход. «И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил». Так как у Луки Христос является идеальным воплощением Израиля, то прообразом его поста и испытания послужили, скорее всего, сорок лет скитания иудеев в пустыне. Пользуясь удобным для искушения временем, когда Иисус почувствовал крайний упадок сил от сорокадневного поста, приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первое искушение у обоих евангелистов совпадает. Оно символически напоминает сорокалетнее скитание иудейского народа в пустыне, когда во время Исхода люди в пустыне голодали, они роптали на Бога и вспоминали изобилие пищи в стране рабства. И Иисус, напротив, доверяет Богу. И там, где Израиль пал, Христос выстоял. Ведь жизнь человека зависит не от хлеба, а от Бога. Касательно двух следующих испытаний, то у евангелистов они стоят в разном порядке. Скорее всего, следуя логике, более достоверным кажется описание Матфея. Вначале дьявол искушает Христа гордыней, предлагая броситься вниз с крыши Иерусалимского храма, а затем испытывает Иисуса, предлагая власть над миром, делая прямое предложение восстать против Бога. Именно после искушения верой, последнего искушения в описании Матфея, дьявол услышит от Иисуса, «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И вряд ли после таких слов Сатана мог бы снова обращаться ко Христу с новым искушением. Лука же выстраивает свое повествование в ином порядке. Возможно, для привлечения внимания читателя к Иерусалиму, где происходит в его изложении последнее искушение Христа, после которого мы читаем, «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». По мнению некоторых толкователей этой сменой порядка искушений, евангелист Лука хотел подчеркнуть главное торжество спасителя над дьяволом в Иерусалиме, когда Христу будут предстоять самые важные испытания и его служения – крестные страдания. Также стоит отметить, что в течение всего времени общественного служения Христа дьявол искушал его, но уже не лично, а через других лиц. Например, апостол Петр уговаривал Христа избавить себя от предстоящей смерти на кресте. Искушали спасителя и фарисеи, требуя знамения с неба. Но дьявол отступил от спасителя главным образом до времени креста, потому что полагал, что ему удастся с помощью искушений, связанных со страданием, найти в Господе какое-либо проявление человеческих страстей. Однако и это искушение было отвернуто спасителям, и побежденный крестом дьявол прекратил искушение. Как часто и нас в трудные минуты жизни искушает дьявол. Нам же, дорогие братья и сестры, следует обращаться к тому, кто смог достойно противостоять сатане, открывая и нам путь ко спасению. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Душа моя Господа! Продолжение следует...